Здравствуйте! В эфире Факты и Афиша. Куда сходить, что посмотреть? Об этом расскажу прямо сейчас. Этот коллектив, существующий уже более 50 лет, был многократно удостоен разных наград за талантливое исполнение танцев народов Дагестана и всего Северного Кавказа. 20 февраля в краилы столицы приедет легендарный хореографический коллектив «Ансамбль Лизгинка». Каждое выступление знаменитой труппы из Дагестана ждут с нетерпением и интересом жителей разных стран. Ведь Лизгинка и другие народные танцы в исполнении кавказского коллектива – это нечто феерическое. Картины Василия Кандинского, Марка Шагала, Андрея Ланскова и других известнейших художников Европы можно увидеть в Краснодарском художественном музее имени Коваленко. Там проходит выставка «Гения русского зарубежья. Возвращение имен». Экспозиция в нашем городе выставляется впервые. На ней представлено около 100 произведений. Это оригиналы графических работ 10 гениальных художников из России, которые в свое время эмигрировали из страны. Их произведения выставляются в ведущих музеях мира, но некоторые имена так и не стали знаменитой на родине. Познакомиться поближе с авторами можно до 24 марта. Как привлекать и удержать внимание клиента, писая тексты для бизнеса, задавать тональность, стиль и душевность в рекламном материале. 22 февраля мастер-класс даст редактор, копирайтер и преподаватель Максим Ильяхов, который также известен как соавтор книг «Пиши, сокращай» и новые правила деловой переписки. Автор курсов по информационному стилю и редактуре в Краснодаре будет выступать впервые. И он готов научить слушателей убирать мусор из текстов и делать его лаконичным и полезным. Композиция этой исполнительницы отличается особой мелодичностью, глубоким обволакивающим звучанием. А ее инновационное шоу выходит за грани реальности. Елена Темникова в рамках масштабного общероссийского тура «Темникова тур 2019» посетит кубанскую столицу. Как далеко мы зайдем в эту трачку, сердце стучит по низам, остановиться нельзя, делаем то, что хотим. Песни Елены, как одного из наиболее востребованных артистов страны, стабильно занимают лидирующие строчки по продажам и прослушиваниям. У нас в городе королева российского дип-хауса презентует новый альбом «Темникова 4». Также на концерте она исполнит хиты из предыдущих альбомов. Продюсер, композитор, певец, без которого трудно представить современный музыкальный Олимп. Благодаря ему мир увидел таких исполнителей, как «Глюкоза», «Серебро», «Наргиз» и многие другие. Он не только пишет музыку, но и сам исполняет ее. В Краснодаре сольным концертом выступит Максим Фадеев. В программе, которую готовят зрителям продюсер и певец, вошли его лучшие хиты. А теперь, как всегда, переходим к киноновинкам февраля. Фантастическая лента «Алита. Боевой ангел». Действие разворачивается спустя 300 лет после Великой битвы, которая унесла жизни миллионов. Доктор Ида находит останки женщины-киборга и спасает ей жизнь. Со временем «Алита» осознает, что обладает боевым искусствами и пытается выяснить, что же произошло в прошлом. Выстоит ли героиня в борьбе с силами зла и суровом жестоком мире? Узнаете, посмотрев картину в сети кинотеатров «Монитор». Вы совершаете самую страшную ошибку в жизни. Еще одна новинка проката – отечественная лента «Громкая связь». Во время отдыха друзья решают развлечься. Безобидная игра – зачитывать слух сообщения, приходящие на телефон, а на все звонки отвечать по громкой связи. Постепенно перерастает в удивительное откровение друг о друге. У меня на этом все. Теперь вы знаете, как разнообразить свой досуг. С вами была Алина Лазарева. До встречи на телеканале «Кубань-24».